Смотрите сериал «Как чашка за чашкой строилась Starbucks» на Redline TV. Спонсор – проект Wise Deposit. Международная система взаимного финансирования, в которой люди добровольно взаимодействуют между собой с целью оказывать и получать финансирование от других участников системы. Система работает по принципу современной, улучшенной кассы взаимопомощи, надежность которой обеспечивают график выплат и защита вкладов адаптацией. Доходность за 6 месяцев до 253%. Глава 3. Для итальянцев эспрессо подобен арии. Некоторые люди видят вещи такими, какие они есть, и говорят, почему. Я вижу то, чего никогда не было на свете, и говорю, почему бы и нет. Джордж Бернард Шоу, часто цитировавшийся Робертом Фрэнсисом Кеннеди. Если вы говорите, что у вас никогда не было шанса, возможно, вы им просто не воспользовались. Я не мог не думать о Старбакс. Несмотря на то, что она была гораздо меньше транснациональных компаний, в которых я работал в Нью-Йорке, она интриговала значительно сильнее, подобно джазовой мелодии, от которой трудно отделаться. Я видел столько разных возможностей внести свою лепту. В следующий раз, когда Джерри и его жена Джейн были в Нью-Йорке, мы с Шерри пригласили их на ужин и в театр. Все сразу же подружились. Полушутя я спросил, а как, по-вашему, я бы мог вписаться в Старбакс? Он как раз был озабочен наймом опытных профессионалов, так что был готов подумать об этом. Мы говорили, каким образом я мог бы помочь с продажами, маркетингом и сбытом. Ушел год на то, чтобы убедить Джерри Болдуина нанять меня. Идея ему нравилась, но остальные в компании нервничали по поводу появления какого-то деятельного парня из Нью-Йорка. Нанимать на работу управляющего, который не рос вместе с ценностями компании, всегда риск. Временами я не мог поверить, что вообще допускаю подобную мысль. Пойти работать в Старбакс означало бросить место с годовой зарплатой в 75 тысяч долларов, престиж, машину и кооператив. И ради чего? Проехать 3000 миль через всю страну, чтобы стать членом крошечной организации из пяти кофейных магазинов? Такая перспектива казалась безумием многим моим друзьям и членам семьи. Особенно это беспокоило мою мать. «Твои дела идут хорошо, у тебя есть будущее», – возражала она, – «не бросая его ради какой-то маленькой компании, о которой никто никогда и не слышал». На протяжении следующего года я несколько раз находил поводы для поездки в Сиэтл. И всегда выкраивал время, чтобы поговорить с Джерри. «Нам нравилось общество друг друга, обмен мыслями о рынке сбыта Старбакс, товарах, которым стоило или не стоило бы носить имя ее бренда, способах формирования лояльности потребителей. К каждому визиту я готовил длинный список идей, и критические замечания Джерри помогали мне лучше понять его видение Старбакс. Джерри поделился со мной, что, возможно, однажды Старбакс выйдет за пределы Сиэтла. Он обдумывал открытие магазина в Портленде, штат Орегон, ближайшем крупном американском городе. Он понимал, что компания может быть больше, но колебался в отношении перемен, связанных с таким ростом. Я сказал, что это потрясающая возможность». Чем больше я думал об этом, тем более многообещающей казалась экспансия. У Старбакс был огромный потенциал. Все мои друзья в Нью-Йорке приходили в восторг от ее кофе. Почему бы остальным жителям Америки не реагировать так же? Несомненно, рынок был намного больше, чем несколько тысяч любителей кофе, живущих на северо-западе. Джерри был так по-миссионерски одержим, что стоило распространить восторг Старбакс по поводу кофе за пределы Сиэтла. В то время я не знал никаких других первоклассных магазинов, торгующих кофе, ни в Нью-Йорке, ни в каком другом городе. Хотя мне еще не хватало смелости стать предпринимателем, частично притягательность в Старбакс объяснялась перспективой принять участие в формировании растущей ковы. Я был готов к уменьшению зарплаты в обмен на возможность получить малую долю акций многообещающего дела. Я никогда не владел акциями, но знал, что если Джерри даст мне пусть самую маленькую часть Старбакс, я вложу в работу невиданные доселе страсти и энергию. Шерри идея понравилась. Мы были готовы пожениться и осесть, и она видела, насколько я был воодушевлен Сиэтлом и Старбакс. Хотя это означало спад в ее карьере дизайнера, она тоже была готова уехать из Нью-Йорка. Дочь предпринимателя из Огайо инстинктивно понимала прелесть риска в погоне за мечтой. Прошли месяцы. Я преследовал Джерри больше, чем он меня. Мы завели разговор о должности в Старбакс. Я мог бы стать главой отдела маркетинга и контролировать магазины. Я сказал, что хотел бы получить немного акций. Он, казалось, был не против. Весной 1982 года Джерри и Гордон пригласили меня в Сан-Франциско, чтобы за ужином познакомить со своим молчаливым компаньоном, акционером и членом совета директоров Стивом Донованом. Я был убежден, что уже обеспечил себе работу. Я представлял, что назад в Нью-Йорк уже полечу с предложением в руках. Для меня этот ужин был венцом ухаживания за Джерри по поводу работы, длившегося почти год. Поэтому я был уверен, что все пройдет хорошо. Я надел один из своих лучших костюмов и пошел пешком из гостиницы к ресторану, к респектабельному итальянскому заведению под названием Донателлос, расположенному на холме, недалеко от финансового района города. Миновав ресторан и не обращая внимания на мелкий дождик, я для храбрости обошел вокруг здания. В каком-то смысле я ждал этого ужина всю свою жизнь. Я знал, что Джерри рассказал им о том, что у меня было много идей о расширении компании. И этот ужин предоставлял Гордону и Стиву шанс оценить мои способности и определить, насколько я подойду для работы в компании. Донателлос был странным выбором. Душно, столы накрыты белыми льняными скатертями, а официанты носили галстуки бабочки. Я уже сидел за столом, когда появились Джерри, Гордон и Стив. Стив был высоким, светловолосым, классически привлекательным мужчиной. Все трое надели пиджаки спортивного покроя и выглядели менее официально, чем я. Но поскольку они все были как минимум на 10 лет старше, я обрадовался, что оделся строго. Ужин проходил хорошо, исключительно хорошо. Мне понравился Стив, интеллектуал, интересовавшийся всем, от найма директоров до исследований по медитации. Подобно Джерри и Гордону, он много поездил, много прочел и был полон разных идей. И все же, разговаривая с ним, я был уверен, что произвожу на него впечатление. То и дело я поглядывал на Джерри, угадывая в его глазах одобрение. После четырех лет колледжа на Среднем Западе я знал, как приглушить в себе нью-йоркские струны, с легкостью болтая за салатами и супом об Италии, Швеции и Сан-Франциско. Мы заказали бутылку барола и вскоре уже общались, как старые приятели. Однако, когда принесли основное блюдо, я перевел разговор на Старбакс. «Вы обладатели настоящей драгоценности», – сказал я. «Я поведал, как угощал кофе Старбакс друзей в Нью-Йорке, в каком восторге они были от его насыщенного, богатого вкуса. Нью-Йорксы полюбят кофе Старбакс. Его полюбят и жители Чикаго, Бостона, Вашингтона и других городов. Старбаксом могла бы стать намного больше», – утверждал я. «Она могла бы выйти за пределы северо-запада, вверх и вниз вдоль западного побережья. Она даже могла бы стать общенациональной компанией. Можно было бы открыть десятки, а то и сотни новых магазинов. Старбакс стала бы синонимом превосходного кофе, брендом, гарантировавшим качество мирового класса. «Вы только подумайте», – говорил я. «Если бы Старбакс открыла магазины по всей Америке и Канаде, вы могли бы поделиться своими знаниями и страстью со сталькими людьми. Вы могли бы сделать жизнь этих людей полнее». К концу трапезы я почувствовал, что очаровал их своим энтузиазмом и энергией. Они улыбались друг другу и, казалось, были воодушевлены нарисованной мною картиной. Мы расстались, пожав руки, и я, склонив голову, поздравлял себя, возвращаясь в отель. Я позвонил Шерри, разбудив ее. Это было потрясающе. Думаю, дело на мазине. Несмотря на трехчасовую разницу во времени, я не мог уснуть в ту ночь. Вся моя жизнь вот-вот должна была измениться. Я стал представлять, как уволюсь, как и где мы с Шерри поженимся, как переедем в Сиэтл. Возможно, нам удастся купить дом с двориком. А Старбакс, даже имя, звучало волшебно. Я был им околдован. 24 часа спустя я снова был за своим рабочим столом в Нью-Йорке. И когда секретарша сказала, что звонит Джерри, я нетерпеливо схватил трубку. Мне жаль, Говард. У меня плохие новости. Я не мог поверить ни мрачной интонации его голоса, ни его словам. Они обсудили все втроем и решили не нанимать меня. Но почему? Слишком рискованно. Слишком много перемен. Он сделал паузу, явно мучаясь от того, что должен был это сказать. Твои планы выглядят здорово. Но это не то видение, которое мы хотели бы для Старбакс. Я не очаровал их, а напугал. Они боялись, что мои действия окажутся разрушительными. Я им не подходил. Я чувствовал себя, как невеста на полпути к алтарю, глядящая вслед уходящему к двери жениху. И я был слишком потрясен, чтобы рассуждать здраво. И увидел, как все мое будущее вспыхнуло, затем рассыпалось и сгорело. В тот вечер я вернулся домой и излил свое отчаяние Шерри. Я все еще так сильно верил в будущее Старбакс, что не мог согласиться с тем, что нет ответа окончательно. Но я должен был попасть в Старбакс. Мне хотелось поделиться с Джерри тем, что было у меня на душе. На следующий день я позвонил Джерри. «Джерри, вы совершаете ужасную ошибку», — сказал я. «Мы просто обязаны прояснить все до конца. Какова причина на самом деле?» Мы все очень спокойно обсудили. Проблема заключалась в следующем. Партнеры не хотели давать мне право изменять компанию. Они боялись, что, наняв меня, они будут обязаны двигать Старбакс в новом направлении. Им также казалось, что мой стиль и энергия вступят в противоречие с существующей внутренней культурой. Со всей страстью к Старбакс, к кофе, к этой возможности я говорил от самого сердца. Как много могу предложить? От профессиональных продаж и маркетинга до умения видеть широкие перспективы, которые я развил, управляя отделами продаж по всей стране в фирме Hammerplast. Я привык играть на большем игровом поле и мог спланировать и притворить в жизнь любую стратегию расширения, которая устраивала бы всех. Джерри, протестовал я, это не для меня, это для вас. На карту поставлена судьба Старбакс. Мы столько говорили о том, какой может стать Старбакс. Это ваша компания. Это ваше видение. Вы единственный, кто может этого добиться. Кто-то должен набраться смелости в этой ситуации. И это вы. Не позволяете им отговорить вас от чего-то, во что вы верите в душе. Джерри выслушал меня. Затем наступила тишина. Дайте мне подумать, сказал он. Я перезвоню завтра. Может, он и смог уснуть в ту ночь. Я нет. На следующее утро я схватил трубку, едва раздался звонок. Вы правы, сказал он. Простите за двадцати четырехчасовой ступор. Мы двигаемся вперед. У вас есть работа, Говард, и моя поддержка. Когда сможете приехать? Как в волшебнике из страны Оз все изменилось с черно-белого на цветное. Моя почти невозможная мечта наконец-то могла воплотиться. Хотя зарплата моя должна была резко сократиться, Джерри согласился выделить мне небольшую долю акций. Я становился владельцем крошечного кусочка будущего Старбакс. За пятнадцать лет, прошедший с тех пор, я часто думал, что бы случилось, если бы я молча согласился с его решением. Большинство людей просто уходит, когда получают отказ. Похожие сценарии с определенной последовательностью разыгрывались на сцене моей жизни с другими декорациями и по другому поводу. И столько раз мне говорили, это невозможно. Снова и снова мне приходилось собирать все свое упорство и дар убеждения до последней капли, чтобы доказать обратное. Жизнь – череда промахов. Многое из того, что мы считаем удачей, ею не является. Мы пользуемся возможностью и берем на себя ответственность за свое будущее. Мы видим то, чего не видят другие, и движемся к этому видению, не обращая внимания на тех, кто велит нам остановиться. Мы часто подвергаемся такому давлению со стороны друзей, семьи, коллег, заставляющих нас пойти легким путем, последовать общепринятой истине, что трудно иногда не поддаться, не принять статус-кво и не делать то, чего ждут другие. Но если вы действительно верите в себя, в свою мечту, нужно просто делать все возможное, чтобы воплотить свое видение в реальность. Великие свершения не бывают. Случайными. СЛУЧАЙНЫМ